И спаси Блаженную, Живую, Живую, Живую. Отец наш Небесный, Творец неба и земли, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше собрание, занятие по слову Твоему Святому. Освяти наши сердца, разум дай нам, Господи, чтобы заработали наши руки для благовестия, для прославления имени Твоего Святого. Чтобы ничто суетное не одолело нас, а только мысли и дела для Царства Твое, уготовленные Святым Твоим праведным. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Достаньте, пожалуйста, второй бок. Найдер, все, замолчали, садили. Занятия начались. Сережа, а где второй бок? Это угол ставят. Так вот. А еще раньше розыгры пороли. Нет, ты смотри, что с ним может. Я смотрю, Игоря хотела снять. Нет, ну... А там еще толкования нет? Не надо ничего, там еще вот это самое. Толкования нет. Мы сейчас будем читать, как это так сказать, что я не вижу. А, Водина, главного съемщика. Я снесу, я еще встречаю. У меня есть. Принесу, да? Хорошо. Чудо техники доверили нам. Да там никого не будет. А нет, этого никого не будет, пусть я его на всякий случай. Так, все, занятия начались. Я, значит, почему-то так не странно нету. Сколько? Единичка? 0,5. Интересно, квадратик наводится. 1,5 тут. Там много. 0,5. Да, ну там много. Нет, ну там все, Христос. Да, получается. Садится. Так, 1 Коринфянам, 15 главу проходим. 15 глава, 44 стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Душевное тело то, которое управляется силами души. И в котором душа имеет господство и владычество. Это начинается толкование блаженного фифилата. Духовное же то, которое имеет обильную деятельность Духа Святого. И ум управляется во всем. Ибо хотя и ныне Дух Святой действует в нас, но не так и не всегда. Ибо от тех, которые грешат, отлетает. Хотя и ныне Дух присутствует, но управляет телом душа. А тогда Дух Святой непрерывно будет пребывать в телах праведников. Тогда это значит после Вознесения. Или еще так. Духовным просто называет тело нетленное. Как тончайшее и легкое. Могущее носиться и по воздуху. Только не воздушное и эфирное. То есть не сущности воздуха и эфира. Ну легких веществ, которые летают. То есть они легче воздуха. Как говорит Ориген. Если же ты не веришь нетлению, то посмотри. Теперь пример дается. То есть до этого разбор был. Теперь пример. Внимательно. Пример нам больше всего помогает узнать о чем же речь. Если же ты не веришь нетлению, то посмотри на тела небесные. Которые доселе не стареют и не ослабевают. Ну то есть звезды. Ну мы сейчас умные все скажем, да там звезды взрываются и так далее. Нет, не об этом речь. То есть они же вот горят, то есть делают свое дело для нас. Для чего звезды? Чтобы ночью не спотыкаться. И чтобы Авраму знамение показать. То есть, ну так и остается все. В тех же примерах. Тот, кто сотворил их такими, и наше тленное тело сделает нетленным. Есть тело душевное, то, которое мы ныне имеем в настоящей жизни. Есть тело и духовное, то, которое будем иметь в будущем веке. По существу то же самое духовное, то есть нетленное. Ну тут повторять смысла нету, я думаю, на два раза, да? Что такое душевное тело, что такое духовное? Ну душевное, раньше было сказано. Это человеческое здесь, приземленное, перстное. Духовное, то, что посмотреть нельзя, но то, о чем мы больше, верующие больше всего задумываются. И это правильно. Потому что если ты подошел к зеркалу утром, посмотрел, ты спокойно увидел свое душевное тело. Вот оно перед тобой. Говорит, кто первый враг, сам ты и есть. Вот оно, это твое душевное тело вражина. А управлять, написано, должен дух человеком. Ибо если человек начинает грешить, дух святой от него отлетает. Ну слово, понятие отлетает как? Отлетает, там, вот, да, будем так говорить. Но понятие, что летает дух, оно есть такое. Потому что на книгу бытия начинаем, первый стих, и там написано, и дух божий носился над водой. Носился. Ну встретился я с сектантом, с одним свидетелей, говорили. И он там, что ж тебе, дух святой, будет вот так носиться? И он вокруг столба, давай вот так вот руки раскину, давай вокруг столба бегать. Я говорю, да стой ты, подожди, ты что кощунствуешь? Я говорю, носился, это значит перемещался очень быстро. Как он? Мы просто говорим по существу, что летает. Для нас летает. Более понятно. Ну, допустим, книга Иова. И явился перед Богом, Отцом, Сатанат. И Господь его спрашивает, где ты был? Да я, говорит, обходил землю. Обходил, называл. Ну то есть как обходил? Сатанат шел, ну может где-то и шел. Где-то быстрее пролетел в пустыню, там никого нет. То есть понятие именно летать. Еще такое это понятие, откуда у нас, это легчайшее что-то. Вот оно легчайшее, оно летает, действительно. Ну там пылинка даже. Ну казалось бы, пылинка, это же не птица, а мы говорим, пыль там летает. Ну носит, носит ее там ветер. Ну летает слово, поэтому тут дух отлетает. То есть как такое нечто невидимое. И оно действительно, Духа Святого мы не видим. И это для многих является камнем преткновения в вере, в вере в большинство истины. Потому что вот наша православная вера, о которой мы сегодня говорили, вот в проповеди, звучало это часто, о вере нашей. Она, естественно, это невидимая вера. Понятно. А как она зарождается? Ну и вот некоторые люди решили, да надо, чтобы было какое-то отражение, какое-то знамение. Да такое, чтобы, ну как, аж ты вздрогнул все. И придумали в 1945 году, пятидесятники стали. То есть Дух Святой дает тебе новые языки. Мы говорим на новых языках. Немножко поменяли толкование и начали говорить на новых, как бы, языках. То есть что, ангельский, говорит, никто не понимает. А там набор звуков просто каких-то, никто ничего не понимает. И все, ну это что? Да это знамение, что в нас Дух Святой вселился. А другие какие-то знамения есть в Дух Святой? Есть там чудо действия, есть дары. А дар проповеди, да дар проповедовать все должны. И все вот в этих сектах идут, проповедуют. Каждый. Взять вот свидетелей Иеговы. Они проповедуют, у них прям расписано, как проповедовать. Как вот у нас в школе были задания или в институте. У них так расписано все в их сектах. Они идут, столько-то часов проповедуют. Даже по тематикам проповедуют. Тема такая-то. Они идут и прям по теме, вот я, и хочу сказать, может, к стыду православных. Я часто сталкивался, они меня проверяют по теме, допустим, какой-то. Подходят и спрашивают по теме. Я начинаю отвечать. Но я отвечаю как знающий. Сразу говорю, почему они Христа Богом не признают. Поэтому вся тема их сразу теряется. Но это говорит о том, что идет подготовка у людей. У них там целые учебники, где они подготавливаются. Вот сестра хороший вопрос задала. Сказала, что вот Игнат Тихонович сидит и все, и духовно. А я, говорит, голодаю, сестра сказала. Это очень серьезный вопрос, хочу сказать. Вот, допустим, если такое сказать у сектантов, они не поймут, как так. Какой-то учитель не сказал тебе слово и духовно заголодали, но другой скажет. У них там их полно, учителей. Один выходит на кафедру, второй, третий. У них, у баптистов, говорят, у них там битвы целые происходят. Они там обижаются друг на друга. Кто первый будет выступать, как у певцов. Кто первый выступит, тот важнее. Тому денег больше. Следующие, последующие уже ниже. И они там все, молодых ставят там, допустим, пять минут слова сказать, три минуты слова. За кафедру перед народом Божьим. До этого они уже сидели, до этого они проходят курсы обучения. То есть, всегда какие-то, где-то есть обучение. Всегда есть научение. Только вера Господня приходит, она не через научение. Господь ее дает по вере. Вот уверовал человек, даже учиться не надо. Это вот сказали тебе, ну как бы это научение, но совсем немного сказали. Человек, ты уверовал в Иисуса Христа, как Спасителя, и Господь тебе дарует веру. Но потом все равно надо учиться. Но лучше, конечно, перед тем, как. Но у нас в православии это не принято. Не принято учить. Сестра же руку тянет сильно. Ну а самое главное написано в Библии, написано в Евангелии. Вера через слышание Слова Божия. Через слышание. Если ты не будешь слышать, как ты можешь уверовать в то, чего ты не знаешь, не понимаешь? Что это такое будет? Автоматически ходить просто на службу, получается. И всегда, вот когда ко мне подходят, там вот женщина одна тоже говорит, «Объясните, я утром рано вышла, только солнце так встает летом. И знаете, стою, ну по какой нужде, я не знаю, может, собаку права. Стою, говорит, и смотрю, летит. Я говорю, кто летит? Птичка какая-нибудь, какая птица. Лицо летит, как человеческое лицо. И больше сзади как-то я ничего не заметила. Что-то такое белое, как будто вот какой-то, какой-то след. Я, говорит, встала, замерла и смотрю. А я говорю, а и что ты, лицо какое задумчивое, задумчивое, серьезное, серьезное. И оно летит. На меня летит, и меня не видит, и пролетает. Я говорю, так что низко? Она говорит, нет, высоко, ну не так высоко, ниже нашего девятиэтажного дома. И я, говорит, стою и замерла. И я, говорит, стояла, не знаю, сколько, говорит. Потом, а что у вас собаки-то нету, собаку, да, собака исчезла. Короче, объясни. Я говорю, ну может, это ангел летел, ты увидела. Как это я увижу-то ангела? Она-то, говорит. Я говорю, ну не знаю, какая-то сила летела. Но сильно серьезная, сильно задумчивая. Да, может, давление повышенное было. Да, я тоже думаю, нет, галлюцинация может быть. Да, таких людей, знаешь, и все, что скажут. И вот я думаю, что, и она говорит, я же когда-то, у меня же мама, я говорю, а вера, через слышание Слов Божьего. Ты должна читать, ты должна изучать, ты должна, говорю, вначале научиться. А если, может, от этой веры вообще не входит, не твое. Нет, что это не мое. Все ходят, и я туда буду ходить, я буду храм ходить. Я говорю, ну и слава Богу, только нужно Слово Божье читать, Слово Божье читать. Как ты можешь прийти, там все непонятно. А когда ты придешь, и тебе все понятно, и Дух тебя откроет, даже то, что ты не можешь своим умом понять, а Он тебя откроет. И ты не будешь, я старая, я уже ничего не пойму. Я открою, ты все поймешь. Ой, как ты хорошо там напиваешь мне. Все у них как бы это самое, ну как критики под это. Я говорю, изучать Слово Божье, читать. Все подвергается такой вот, это. Я уже потом книгу подарила, и это самое, там все подарила. Ну и значит, доходить стало. Меня стало отходить. Значит, Дух станет. Продолжайте. Да, конечно. Ой. Что за красноармей. Все удивляете, удивляете. Контраст красными в городе. 45 стих. Да, давай. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. А последний Адам, есть Дух животворящий. Блаженный Феофилак дает нам такое толкование. Первое точное написание, это Бытие, вторая глава, 7 стих. А второе, не написано, душа живущая, то есть, душа это так и написано. А второе не написано, то есть, есть Дух животворящий Адам. Последний. Но поскольку оно случилось по связи событий, то говорит, что написано. Подобно и пророк Захарин, 8 глава, 3 стих. Сказал Иерусалиме, что он назовется городом правды. Но он буквально не был так назван. Адам, Евангелие, назвало Господа Эммануилом. Матфея, 1 глава, 23 стих. Однако, Господь не назывался так. Но дела дают ему такое название. Итак, первый Адам был человек душевный. То есть, имел тело, управляемое душевными силами. А последний Адам, Господь, Дух животворящий. Не сказал, в Духе живущий, в Духе святом. Но выразил нечто большее, животворящий. Ибо Господь имел Духа Святаго, существенно соприсущного Ему. Ибо Он оживлял свою плоть, им же и нам даровал нетление. Итак, в первом Адаме мы получили залог настоящей тленной жизни. А во Христе настоящей будущей жизни. Вот мы тут до этого прослушали митрополита Илариона. Там он очень много слов вставлял, таких совсем неживительных для души. Таких приземленных, да еще иностранных. Не поймешь сразу, не растолкуешь. А вот апостол Павел говорит нам слова жизни. И слова-то тоже сложные. И словосочетания, и предложения, если их разбирать, то мы уйдем в начало самой Библии, в начало бытия человеческого. А потом еще, может быть, глубже. Господь говорит через притчи, притчами своими. Когда на лоне Абрама Лазарь лежал между нами и вами, богачами, вот этими всеми, кто неправды прожил. Кто прожил душевно и душу свою сразу отогнал, Духа Святого от своей души и тела. Между нами и вами надлежит великая пропасть. Вы оттуда к нам не перейдете, ни мы к вам не перейдем. И поэтому... Прошу прощения, что я ходил, у меня просто не будет момента. Игнатий Иванович, для вас все, что хотите. Ради Господа. Я хочу сказать, что иногда говорят тихо, там я молюсь создать. Или я звоню, а телефон отключен. Почему? А у меня ребенок спит. Это не только никуда не годится, а совершенно никуда не годится. Сегодня читали Маугли, в каком положении ребенок? А тот звонок в телефон, и его разбудут. И вырубил себя на сколько часов, ты никому не нужен. Мне среди два часа звонит Сакраменто, Америка. Проходит маленькое совсем время, звонит Израиль, Австралия. Как ты никому не нужен-то? А может близко кто-то горит, соседа задавит, не может дозвониться. Это неправильно. А относительно того, что как молиться, иногда радио включайте и молитесь. Привыкайте к этому. Иначе когда-то попадете в тесные обстоятельства, а вообще жить, как учат уроки, то там тоже шум. И молитесь, прорвитесь через это. Святые молились на арене, цирка. Когда рядом были гладиаторы, львы. Такие теплищные условия создавать, ну не полезно. Которые люди себе такие условия создают, они быстрее заболевают. У них, ну, Карпу Осиповичу-то приехали, эти Песков-то там, Лык-Клыковым-то. И трое сразу умерли. Их никто не убивал. Они крепкие были люди. Савин умер. И Наталья, сестра умерла, значит, и Дмитрий. Два сына, дочь. Занесли микроб, все. А люди такие, как цыгане, они вообще не болеют. Ни на учете не стоят нигде. Помню, на вокзале был 42 градуса мороз. Двери все время там открытые. И повсюду бегают ребятишки босиком. Ничего на ногах нету. И ни один не кашляет. У меня в лагере были, вот как груздочки. Ну, правда, все воруют. От этого не мог отучить. А вот, может, такой вопрос. Вот тело духовное, да, вот мы сейчас тут душевное и духовное. Ну, при рождении-то есть это тело духовное. Мы же понимаем, что человек, ну, оно не просто так раз и, как бы, ну, вошло в человека это тело духовное. То есть, Дух Святой, благодать Духа Святого подается через священников в Святом Крещении. Там, через промазание и прочее, прочее. То есть, а тело-то духовное, что? Или это образное выражение такое? Или, ну, когда оно начинает в человеке присутствовать? Вот это тело. Вот сейчас мне скинули материал о психологии души. Психология души. Она сама психия. И очень и очень много потрудились у всех святых отцов. Прямо настаивают. Вот прочитай, ознакомься. Я столько считал. Ну, давай считать. Ну, это в одно собрано где-то. Ну, они там берут из Макария. Макария египетский. Пахомий. То есть, что они об этом говорили в моменте? Все тела, тела, вот которые человек, ангел, это не чистый дух. Это тело, оно может присутствовать только в одном месте. Чистый дух, только Бог. Это все. А в Библии этого не сказано. Но мы должны согласиться с мнением святых отцов. Вот тело, оно душевное есть и духовное. Душевное, вот сейчас, которое есть. Душа в нем находится. То есть, они в такую глубину заходили. А я не верю. Но это не Библия. Ты можешь сомневаться и не верить. Но не оспаривай. Тот момент надо нащупать где. Не оспаривай. Попутно хотел сказать. Вот люди как приходят к разным мнениям. Почему святые отцы и святые монахи, а они по пустыне старались друг к другу попасть в гости. Шли через всю пустыню. Макарий Александрийский был. Не египетский, а Александрийский. Он один из самых любопытных. Серапион. Кто-то приходит и говорит, а ты слыхал о Марке? Каком? На финском. А где это? Гора Фращевская. Его прозвали Марк Фращевский. И что? Ну, надо побоить. Он не знает где. И он пошел. И шел он день, два, три, тридцать. По пустыне. Вообще невероятно. И наконец он к нему пришел. Увидел. Ну, даже, наверное, шимпанзе так не выглядит. Или горилла. Весь заросший волосами. И он с ним начинает беседовать. Это жития святых по Дмитрию Ростовскому. И он стал рассказывать. Что-то там неладное было. Зять пришел из-за имения. Имение-то. Ну, и он услышал, что он завладеть имением. Убить его надо. И он бежал. Ну, видимо, уж так у Бога предусмотрен. И он нашел эту гору, где никого нету. Так бесы его оттуда за ноги хватали и тащили с горы. Вот, если бы простой человек был, он бы сказал. Ну, он упал и катился и ободрался. Нет, до костей тело срывали. Написано бесы. И, наконец, полная победа была. А чем питался он? Говорит, прахом. Слезами землю смачивал и ел. А разве может быть? Может быть, как пишут сейчас. Вот, в Алтайской миссии. Он в плену сидел больше года. А чем питался он? Говорит, катуши, глина, которая была, катал и ел. Глина. Значит, там в земле-то тоже что-то. А чем черри-то питаются-то? И Бог так сделал где-то. И он с ним разговаривает. Он только спросил его, а вера у вас христианская есть? Когда он бежал, видимо, почти не был. Он говорит, храмы строят, монастыри. А вера такая есть, чтобы сказали, гора, пойди туда. И вдруг, говорит, грохот раздался. И гляжу, гора двинулась и идет. Я упал. Он говорит, гора. Я не говорил идти. Я только прочитал Евангелие. И гора повернулась. Он говорит, такой веры нет. Определение отдал. Это реальность. Человек неверующий скажет, не может быть. Почему не может быть? Господь говорит, скажет, и горе сей передвинется. Это сказано так. И вот они посидели. И он говорит, брат, надо подкрепить эту немощь нашу, плоть-то. И говорит, брат, пора время обедать. И вдруг, говорит, вижу, рука с неба и дает хлеб. Гляжу, говорит, второй. Он говорит, поверь, брат, 70 лет. Всегда был один хлеб, а сегодня два. Понимаете? Ты можешь не верить, что у ангелов хлеб. Златоуст говорит, если ангелы питаются чем-то, мы не знаем. Если они питаются, то хлебом. Написано, и хлеб ангельский ел человек. В Библии написано, хлеб ангельский. Ну, ты можешь не понимать, но это реально, это люди были-то. И они поели. И дальше, как идет разговор, он расспрашивает все. Жития как можно не читать? Не верить ты можешь не верить, это не Библия. Но там нет противоречия, потому что верующему все возможно. И он при нем говорит, время отшествия настало. Так, прошу тебя, ничего от моего тела не бери. И как Бог так сделал? Сразу. Как у одного святого был, так. А тут три пальмы, он уже посмотрел. Паломник-то. Ручей течет, тут само быть. Он говорит, не надо, это мне Бог дал. Только умер песок, пальмы засохли. Ручей засыпался. Он, как вот, бывает в фильме-то, кадр меняется. А что я оставаться-то буду? Вымоли у Бога, и тогда у тебя будет. У нас-то сокровища какие? Ты всегда жалей о тех, которые в пустыне. Я просто к этому сказать. Какое тело-то, душевное, духовное, им распорядись правильно. Простите. Бог простит, принимаешь. Значит так, прочитаю еще раз. Духовное же тело, то, которое имеет обильную деятельность Духа Святаго, и им управляется во всем. Вот когда Дух Святой приходит к человеку, вот тогда тело начинает быть духовным. Еще скажу. Сегодня перенес тебе ролик на первое место Людмиле Плетт. О ней говорили, тут раздавали книжки было. И на днях кто-то что-то ей как-то сказал. И от меня на нее кинули. Мой материал там один, не нашего круга человек, но он видимо с ней связан. Он сразу говорит, а я, ты не знала это. Я говорю, мы о ней молимся каждый день. Кроме того, у нас знакомая с Артисон Валентиной, она спрашивала ее, как думают люди с книгами в Германии. Она везде в Африке работала, очень опытная женщина, ну не православная. Она говорит, нет, в Германии им ничего не будет. А теперь вы скажите, что мы проехали, ни одной задержки нигде не было. Ну что ж, благословена Бога Господа. И вот она говорит, сидит перед микрофоном, там на этой штативе перед ней, она сидит и говорит. Люди разные динаминации. Для нас и нету, для нас секты. Ну, баптисты и баптисты. Один и те же стих писаний понимают по-разному. Так это не один, а сколько голов, столько умов. Вот стоп-пятидесятники, она за столом сидит и между собой никак не сходятся. И перечисляют всех. Ну и все говорят, в нем Дух Святой. Ну неужели Дух Святой может давать толкование диаметрально противоположным? Ну что, православный Дух Святой, баптисты Дух Святой. Мы говорим, при счастье хлеб делается телом. А они говорят, ничего там нету. Хлеб остался хлебом, только воспоминание, что умирал Христос. А у православных тела и кровь, и о Христе вообще могут не вспоминать. Все тело и кровь это в чаши, а не на Голгофе. И она это настолько, она четко и ясно это выводит, и к себе это относит. Вот такие мы. Когда же мы научимся слышать Духа Святого, который, говорит, придет и наставит на истину? Какой же это Дух, который так наставляет-то? Прям только и сказать. И где же ты сама-то находишься? Столько она делала, столько трудилась. Вот была бы она здесь, я бы ее даже, кажется, не выпустил. Пока ты не будешь православной, так ты у меня будешь тут обедать. Столько она делает, настолько сильные у ней, вот это, между нами девочками поговорили. То есть она говорит о целомудрии. Я давно ролик перетащил, написал, такую проповедь, видимо, и патриарх никогда не говорил. Она буквально все затрагивает. Вот, говорит, ко мне подходит молодой человек, говорит, ну мы живем хорошо. Ну я, говорит, чувствую, умею скрывать. Но когда я узнал, что она была уже не девушка и не сказала, вся жизнь отраганная. Человек как смотрит на это. Это уж, я раньше слышал, говорит, обедает, ну по 80 почти лет. А в доте сидит Иван, а вдруг ложкой как пол будал. Она говорит, Иван, да за что? Как вспомнишь, что ты была не девушка, сердце кровью обливается. Как надо беречь себя. А ведь он-то точно так же уязвимый. Он-то где был, ты говоришь, кобель без хвосты. В это время, да. Ты этого детям внуши и береги, как мусульмане берегут. Другого примера для нас нет, только мусульмане. Сто процентов сохранности. Это что-то значит? Конечно. Вот и все. И поэтому тело-то духовное, то будущее, оно закладывается сегодня. Здесь. Какое оно будет? Куда мы это тело употребили? Все это все. Понятно. По православному учению, Дух Святой снисходит в миропомазание во время крещения. Таинство. И одно таинство, крещение, погружение троекратное во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и святого Духа, аминь. И миропомазание тоже отдельно является таинством. Семь таинств церкви. Вот это два из семи таинств. Крещение человека. У тебя поневоле? Хочу сказать, потому что дальше вы идете, и они там рассматривают. Вот табак, когда курит человек-то. Почему демонам это приятно? А это, говорит, на уровне разложения напоминает ад, и они впитывают его не ртом, а телом. Все тело, как бы, ну, спиртом, когда натираем, и тело там впитывает его. Вот откуда все это идет. Тело-то духовное или какое? И почему, говорит, как черт Ладана боится? Ладана боится, не табака. Ведь сама поговорка говорит, что Ладан что-то значит. Он напоминает о большем, о божественном. И это все в одной книге о душе написано. Посмотрел, выполнить там ничего нельзя, потому что превысь принять. Но знать надо, чтобы ускорить, по крайней мере. Так вот, в Тавите написано же, что, это книга одна из неканонических книг. Там же написано, что, когда ангел сказал Азаре, Тавиту, и он покурил печень-то рыбы этой, которую поймал, и злой дух, говорит, убежал в дальнюю пустыню. То есть, значит, что-то не ухвалило. Читаю. 45 стих. Так написано. Так, стоп. 46. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Толкование. Блаженов и фольк. Да, бы кто не сказал, почему мы ныне имеем тело душевное и худшее, а духовное только еще будет, говорит, потому что в таком порядке поставлены начало того и другого. Адам прежде, а Христос после. Потому наше всегда идет к лучшему. И будь уверен, что то, что ныне в тебе тленно и худо, преобразится в нетленное и лучшее. Всегда вот почему-то удивительно, вот как сегодня там, батюшка говорил, там день плохой или там холодный или жаркий. И вот то же самое тело почему-то, ну вот здесь вот сказано, что худшее. Ну вот это, как бы вот это вот, ну вот, душевное тело, да, оно хуже, чем духовное. Ну, Бог-то создал самое совершенное то, что Он мог создать. Ну, что Он создал, это самое прекрасное, самое красивое. Я могу и вышивать, и заплетать, и чего я только не могу. И все это 10 пальцев. У одного там два пальца, ну на каждой руке, он все равно может что-то делать. Понимаете, что? А мы это называем худшим. То есть Бог-то нам лучшее дал. Но грешим-то. Ну, грехом способности человека они не умаляются нисколько. Как он был сварщиком, так он и будет сварщиком. В любом состоянии. Мы это решим, никому только. Причем тут мы, мы сейчас говорим о теле, о теле вот этом. А уже духовное, это только потом возникает, духовное. То есть меняется, вот так бы, если сказать, тело душевное, меняется воздействием духовного наполнения человека. То есть наполнением Духа Святого. Оно начинает меняться и становится духовным. Если так, ну я вот так понял, вот как Игнать Тихонович говорил, что вот так и происходит. Что, ну ведь оно не становится лучше. Оно такое же остается, просто дела становятся духовными. И просветляют. Да, просветляют, конечно, конечно, конечно. Потому что даже, ну, естественно, и лицо, и кожа другая, и прочее, и прочее. Все. Но тем не менее, человек это само совершенство. Ну, уже совершений нет. Гепард. Быстрейшее животное на планете. А человек его обгонит. Запросто причем. Гепард устал и упал там через 10 секунд. А человек бежит, вон, 45 километров бежит и не устает. Еще прибежал, еще и воды пьет, и прочее, и прочее. Лошадь, там тяжеловес, а человек больше утащит все равно, чем лошадь. Ну, то есть, вы понимаете, вот это совершенство тела нельзя, как бы, ну, вот так умолять, чтобы не принизить, я считаю, что, ну, как творение Божие. Если Бог сотворил, это самое совершенное на себе. Как дерево сосна или осина, они все прекрасны, но каждое по-своему дерево. Так и люди есть, там без ног родился, он как австралиец, там, Николай. Ну, а он одним пальчиком там, а такие дела творит, которые с 10 пальцами не могут и с двумя ногами совершить. Я вот двумя ногами, я не могу быть таким, потому что у меня нет такого таланта, поверь мне. Все, да? Да. Я бы хотел здесь сказать, что ты от тела такие прям поэму целую сочинил, жалко, у тебя поэтического дара нет. Я хотел бы сказать, что здесь разговор идет о двух Адамах. Не отдельно мы берем, как бы, одного Адама разбираем, его душевное тело и духовное, и отдельно второго Адама, последнего, это Иисуса Христа, и его тело разбирают духовное и душевное. Мы берем просто двух Адамов. Первый Адам, это перстный. Последний Адам, это Иисус Христос. Духовный. Все. Вот теперь смотри на Христа и иди за Христом. Дух Святой идет через Христа от Бога Отца. Все. Получи этого Духа Святаго. В каком объеме ты его получишь, все зависит от твоей души. И твоего тела, про которое ты хорошо сказал. Давай ты будешь здоровым, а хорошей будешь душой обладать, значит и Духа примешь вот столько много. Ибо немерую дает Бог Духа Святого. Он не может тебе вот так, сейчас я тебе дам пол ведра Духа Святого и все. Нет, ты сколько сам нас примешь. Вот судя по твоим рассуждениям, брат, что ты рассуждаешь, туда-сюда, у тебя Духа Святого есть понятие. Других вот мы можем посмотреть. Вот Игнатий Тихонович, сестры даже переживают. Не говорит вот Игнатий Тихонович, мы не наполняемся. Вот это вот обилие Духа Святого. Желаешь быть похожим? Пожалуйста, перенимай. Ну, до какой поры можно рассуждать, перенимать. Но главное, вот Христос под Христом, вот он все совершил практически. Последнее он скажет слова, совершилось. И сказал, опустил голову и испустил Дух. Так, говорит, не гибнут люди. Обычно говорят, потом голова падает. Он уже все загнал заранее. Сам добровольно. Вот попробуй так вот пойди. Не добровольцам убивать кого-то, а добровольцам за других отдать жизнь, свою кровь пролить. И тогда потом пишите, кровь там, отчизна, вера и так далее. Попробуйте тогда написать. Когда за других, а не за себя. Все идут по своему самолюбию. Кого не допросить до конца, все равно там самолюбие было. А мы лучшие, а мы самые-самые. А мы вот всех победим. У нас самолеты вот такие крутые, у них крылья острее. А у нас баков больше долетим, тысячу километров. Ракеты дальше летают. Все, кто-то кого-то хочет переплюнуть. Духовный человек не таков. Духовный в первую очередь думает о том, у меня уже столько много, как бы поднести другим. Почему братья призывают всех идти? Вот Игнат Тихонович ходит с майкой. Ведь это беззвучная его проповедь. Посмотрите на это. Святое Евангелие в каждый дом. Да еще каждый бы подумал, а что дедушка ходит с майкой, как это, что-то непонятное. Да еще православный крест, интересно даже. А ну-ка мы почитаем это Евангелие все-таки. Оно у нас там на полке давно стоит. Потому что мы стоим вот, сколько мы стояли. Вы же не думайте, что мы просто стоим, визитки раздаем. Мы Евангелие раздаем. Не все берут. Не все. Вот уже начинаешь человеку, когда объяснять, для чего? Вот для того, что, видите, крупный шрифт. Может кто-то у вас плохо видит, а он будет читать, ему будет в радость. А, или, а вы можете на работе читать. Вы дома-то не читаете. А на работе открыли, немного почитали, и уже знать. А, точно. То есть люди еще и не знают, для чего. И вот стоишь, объясняешь им. И вот еще в чем заключается благовестие. Чтобы Евангелие в каждом доме было. Не просто было. Оно и есть, и будет, может умно. Но чтобы оно пользовалось расположением человека. Его сердца в руку, разума. Да, сестра? А знаете, я хочу попросить все собрание, которое вот сейчас мы здесь находимся. Раз мы вот такое вот, благовестие у нас, такое вот отношение, что мы любим благовествовать. Так я думаю, давайте помолимся за Васю, чтобы он читал Слово Божье. Вот он у нас уже крещеный. Он в нас церковь входит. И он Слово Божье не читает. Он его не читает, понимаете? Я ему говорю, и все мы, братья, говорим. А он его не читает. У меня, говорит, есть Библия, когда-то ее прочитал. Когда-то. И он не читает, он не любит Слово Божье. Давайте мы над ней душой потрудимся, прежде чем других обращать в своем, в общем, в своей общине. Давайте хоть одного-то приведем к Богу, к Слову вернее, к Слову приведем. Он просто ходит и ходит, и все. Так, сестра, ты так много говоришь, что за словами следи. Не хоть одного, а то сейчас скажут хоть одного. То есть тут все такие же. Бывает такое, ну просто на Василия надо посмотреть, какое на себя, чтобы... Ну кто Слово? Ты не читаешь Слово? Каждый день читаю. Кто не читает еще, кроме Василия? Да и он иногда, говорит, читает. Вот в чем дело. То есть иногда. Не помню, говорит, когда уже. Ну да. Другое дело, что у него из памяти еще плохо. Я ему говорю, а ты Библию вот прочел. Он прочел Библию. Редкий завет. Кто из персонажей там вот, ну какой герой вот этого повествования тебе больше всего понравился? Так я чего вам просто так смогу сразу ответить? Я говорю, ну мной тебе понравился? Ну я так не отвечу сразу. Ну Авраам. Авраам понравился. А чем он понравился? Да я вот, маразматик я не помню. Раз ты не помнишь, так как раз и начинаешь читать. Постоянно напоминай себе. И ты узнаешь, что такое Авраам. Где написано, в какой книге о нем. И так далее. То есть это все интересно же. Нужно выбирать все герои. А потом мы привыкли там где-то к Конон Дойля там героев или еще каких-то. Жульверно. Там герои нам нравятся. Или там последний из магиканев. Своих исконно верующих, святых, на которых можно равняться. И позабыли, и не помним. И маразматизм у нас сразу. Память девичья. Да, брат тут? Права Авраама начинается с 25 главы Бытия. И заканчивается с 25 главы Бытия. То есть 13 глав, пожалуйста, читай спокойно. С 25 по 25. С 12 по 25. Это книга Бытия. Понятно. Аминь. То есть я Василий Гришин. Ну, брат точно сказал. Равняйтесь на него. По знанию Слова Божия. Ну, походу этого. Вот, маразматизм. Ничего подобного. Вот такой сейчас вот прямо момент вот на лету хватило. Сидит вот всегда вот такой или идет вот весь вот такой. Вот сейчас Сережа снимок хотел сделать. И когда ему дал это, он сразу выпрямился вот так сел. Вполне нормальный, красивый человек сидит. Он, знаете, вот прямо на него смотреть, он, ну, боголепие какое-то. Вот он, у него очень внешний вид такой, как Сережа стал фотографировать. Да, им очень. И он прямо вот так вот все. Даже интересно на него посмотреть. Это один момент. Интересный мужчина. Да, красивый, интересный мужчина. Но я не об этом еще хотела сказать. Это я так по пути. Молодец. Внижняяся обманщина. Стоп. Я услышала вот недавно ролик выставлен. И Александр Крапин в Германии. Интересный человек и интересные вопросы. Ну, вот мне очень понравился вопрос, который он задал. Говорит, ну, он там общался с еврейскими, с еврейской молодежью. И ему один из вопросов был такой. Как вы веруете, что Христос, там он ему дает оценку, оценку говорит о Христе. И говорит, вы веруете, что это Бог. А как вы себе представляете, что Бог ходил по земле, Бог ходил по земле с утробой, набитой человеческой пищей. Тогда-сюда болтающийся. Интересный вопрос. И вот ответ. А ангелы, ангелы-то питались какой? Ангельской пищей. Это тайна. Да, ну, я просто обратил внимание, что такой вопрос, оказывается, существует. Он есть. Опять же, вставите ответы в 13 главе. Он говорит, когда Архангел... Не, никакой Гавриил-то. Ну, вообще, Бархангел... Ну, Тавито, Архангел Луна. Тавито, Рафаил. Рафаил. Он говорит, вы видели меня, и я питался с вами. Ну, все это только было вам видно, и все. Я на самом деле ничего не ел. Вот правильно. Видимо, все написано. Они же, Тавито, признают эту книгу. Они признают, евреи признают эту книгу. Нет, не признают. Тавито. Она не каноническая. Она не... Ну, видишь, Судей написано. Когда Маной принес ему хлебкой горшок, он говорит, возьми. Он говорит, ну, я ангел. Мне-то зачем? Ну, тогда ангел просер жезл, и пламя полыхнуло из-за... И все исчезло. Ну, вот я съел. Вот это им доказали. Почему и ртом тоже есть. Я палочкой прикоснулся, и пищи нет. Ты доволен? Я благодарен. Ну, отрыжку дать не могу. Как ты же наелся, отрыжку дай. Как у вас точно. Ну, то есть, и такое есть, по-не знаю. То есть, ангел вот так прям пищу не принимает. Он не болтается там у него в желатке. Видимо, это для него нет. Поэтому человеку этому можно спокойно ответить. Я хотел бы сказать, почему у людей эти вопросы возникают? Я не в углу просидел жизнь, и Библию в руках держал святых, а то в меня ни разу не мелькнула мысль исследовать Троицу. Едят ангелы, не едят. У меня даже этой мысли нет. Но приходится отвечать. Вы как-то сухо отвечаете. Не был там. Но один красочно отвечал. Это ад, это огонь. А тот говорит, смотри. Можно подумать, он из командировки приехал. Так рассказывает, как будто в аду отсидел, пришел. Не знаю мы. Я для себя выражение такое имею. Все, что написано в Библии о Боге, это неправда. Как? Ну, неправда, то есть не соответствует действительности. Называется антропоморпизм, очеловечивание. Бог не человек. О неопределенным местом. Но сейчас галактика, говорит, миллиард световых лет. Да вот миллиарды, миллиардов, и везде Бог. Садули к преисподнюю, там ты. Возьму ли крылья, зари, крылья-то какие-то большие. На край моря переселюсь. Но и там рука твоя найдет меня. О Боге не надо рассуждать. Не надо вот так, плотски. А он велик. Вот у мусульмана так говорит, ты великий, ты славный, ты несравненный, тебе нет. То есть одни эпитеты. Ты милости и многомилости. У нас молитва такая считается. Я бы хотел вот ответить, вторить, что эти вопросы возникают от того, что люди начинают много исследовать. То есть свое мнение, вот то, о чем мы говорили, свое я прилагаю. Вот, допустим, взятие жизни человека современного. Ну, такие вопросы разве можно задавать, когда, представьте, нам начинают рассказывать о том, что вот может быть перемещение там человека, называется это телепортация. Вот тут стоял, прык-прык-прык, телепортация. Да, телепортация. Ты раз молекулами как-то разрывается, и ты там по какой-то червоточине там называют, по дыре такой пространственной, и ты в другом месте, прям, ну, в это же время ты там стоишь. А можно в другое время, а можно в прошлое, а можно туда. Никто же вопросов не задает, просто прочитали, и каждый для себя выводит. Ну, это фантастика, этого нету. А может где-то и есть, а может не было. Вот там этот корабль, который делали эксперимент в 43-м году, американцы, переместился во времени, а может не переместился. Никто же не исследует Бермудский треугольник так. Почему не исследуют вот это люди? Ну, потому что это сколько средств надо. Душевных вот этих сил, затрат и веру какую. А Библию опорочить очень легко. Другой верует, а я хочу вот в пику ему что-то сказать. А вот сейчас что-то вот вымудрю, сейчас что-то скажу. Вот такой человек там попался на благовестие, подбежал, несколько вопросов задал, и он называет это противоречиями Библии. А вот там к Авемелеху пришел Давид, сказал одно, а в том месте уже другое. А там имя не Авемелех уже стоит, а Афан. А потом толкователи говорят, у него два имени было, как и у первосвященника. Ну, как у епископа. Поэтому и так и называли так родители тоже, бывает двумя именами. А уже все это назвали противоречием. То есть там был один человек, там другой. Это противоречие. Следующее противоречие. И находят так люди до тысячи почти противоречий в Библии. А то и больше может кто найдет. Пример. Арсений Великий со словом Великий за 20 столетия только 17 святых. Антоний Великий. А Златоуст не Великий, просто Златоуст. И вот один брат шел через всю пустыню, который у него прислуживает у Арсения, это ученик. Он и с ним уже знаком был. И говорит, а я могу учителю задавать вопросы? Пожалуйста. Пришел, начинает его вопросами тревожить. А ты скажи, вот как это так? Вот там вот было так, это вот о Боге. Он голову опустил и молчит. Он видит. Второй вопрос задает. Ну вот я слышал там вот ангелы, вот на небе, там вот как-то там во святилище. Вот а как вы очень думаете, Аба? Он опять молчит. Он третий, пятый вопрос, десятый, ни одного не ответил. Он тогда поклонился, ну уже веря, дело к вечеру пошел. Ученику говорит, ну ты доволен, что отпобыл? Ну что, доволен? Ты ни на вопрос не отвечает. Я очень недоволен. Столько по пустыне шел. Он говорит, подожди, постой здесь. И побежал к Арсению и говорит, вот этот брат пошел тобой огорчен. А ты говоришь, никого не огорчать. И он задавал тебе вопрос, и ты не отвечал. Он говорит, он меня спрашивал о небесном, я там не был. Если бы он спросил, как от грехов избавиться, как достигать на земле совершенства, как Бога прославить, я бы ему ответил. Он прибежал, ты задавал, тебе это потребуется. Да нет, я просто, ты спроси, как тебе спасаться. У тебя не лады там с кем-то, там, там, вот это. Так он ответит, конечно, он бегом туда к нему. Вот это вопросы. Еще по вопросу иногда человека видно, это праздно шатающаяся толпа. И на каждый вопрос надо отвечать. Ну он же меня спросил. Ну ты-то человек, ты определи. Надо или не надо. Вот ко мне на работе приходят, денег взаймы. Я тщательно расспрошу, зачем. Да я, женщина, решила шапку купить, у тебя шапка нормальная. Не надо, зачем она тебе шапка-то. И она пошла в свои шапки. А у меня 32 человека должника. Я тщательно расспрошу. Но если он не отдает вовремя, я ему не даю, пока долг не отдаст. А когда он долг отдаст, я говорю, раз долга не отдаешь, больше не получишь. Она, жена, пришла и говорит, там, Катя, и говорит, вот. Вот, Иван у вас вчера был, там, он деньги, куда он деньги занимал? Вы же не даете деньги пьянисам. Да я не даю, он говорит, у него тетка одна только была и умерла. Тетка умерла. Да она живая, даже не болела еще. Ну подожди. Тетку похоронил. Он в следующий раз приходит, я говорю, тетка-то как, похоронили? Он смотрит, то ли, жена, наверное, что-то сказала. Я говорю, зачем ты обманываешь, ты живьем похоронил, из-за бутылки похоронил ты ее. Нехорошо это. Рассчитайся, Ваня, а то больше никогда не дам. Люди иногда отвечают, как вот они тоже приходят на работе. И денег, я говорю, ты работаешь в том конце базы, и там сколько этих, которые за складами. У всех деньги-то есть, а я сорок, какие деньги-то? Я прошел, никто не дает, ни у кого нету. Как это нету, не может быть. Гляжу одна, Люба Жданова идет. Я говорю, ну-ка зайди сюда на старушку. Люба, у вас деньги есть? Так, а сколько вам надо? Я говорю, больше не надо, иди отсюда. Ну, видишь, вопрос другой. И ответ другой. А сколько надо? То есть, если у нее нет денег, она займет у других, а она мне принесет. Почему? Я не раз выручал ее и ее мужа. Он поехал в Новосибирск и сделал аварию, машину разбил-то. И ни денег нет, его надо на остановку тащить. Здесь тогда 110, кажется, такой мужчина. А наша Валя там жила, а он там был. И он к ним пришел, и они, его не знаю, Иван Роман, фамилия его, они ему дали денег. Я не знаю, там благодарности от верующих не всегда столько. Пришел, да мы дома везде рассужили неверующему человеку. Я же неверующий, да курю еще. И они дали, и не расспросили ничего, но они знают, что ты со мной был. Со мной, значит, это уже доверие вызвало. Люди вот на что смотрят. А это может посодействовать, чтобы он дальше начал рискать. Вот о чем надо спрашивать. Готов ты пожертвовать чем-то? А я буду знать у Бога святилище там какое, а надо ли это? Адвентисты седьмого дня начали рассуждать. И запутались, а вот Христос перешел с одного в другое святилище. Это кончина века называется. Потому что не совпало на земле кончина века. Они туда ее перемахнули. А иди там проверяй, переходил Христос или не переходил. Не надо путать все. Надо жить очень просто. Вот был такой святой Памва. Ну а другой в общем, он подошел к нему и говорит, ты салтыр-то считаешь? Считай. А вот такое заметь, говорит, написано. Хочешь видеть неблаги, удержи язык свой от зла и уста свой от коварных речей. Он говорит, подожди. Язык от зла, от коварных речей. Так, я побежал. Он встречает у места через три. Говорит, а что на занятия не приходишь-то? Он говорит, а что это не усвоил? Вот как усвоил вот это? Удержи язык свой от зла. Что у нас будет-то? Если грешник говорит, так, а я молчу. Молчание-то не все. Там внутри мысль ворочается. Хорошо глухонемым. Они, говорит, не разговаривают. А ты видел, как я рука им машу? Он быстрее твоего осуждает еще. Он, ты не думай, что... А где? Это внутри. Внутри. Иной говорит, молчит, а внутри его злоба, как медь, ржавеет. И вот надо научиться смотреть попроще на это. Ну, сказал, если такое русское выражение, наплевать да забыть. Ну, что-то уж там в одно слово какое-то. Помянули твоего отца не так, или мать, или... Ну, всякое разное. Да ничего это не стоит. Ну, умрем и ничего этого не надо будет. 47 стих. Первый человек из земли перстный. Второй человек – господь с неба. Толкование, блаженный фефилакт. Дабы не вознеродели о прекрасной жизни, хочет уже убеждать в жизни богоугодной. И говорит, что Адам был из земли, отчего он и назван так, ибо Адам означает земного и перстного. А второй человек был господь с неба. Первому дает имя от худшего, а второму – от лучшего. Не потому, будто человек, то есть воспринятая человеческая сущность, был с неба, как пустословил безумный Аполлинарий, но потому, что одно лице в одном Христе. По причине сего единения говорится, что Он, Христос, человек с неба. По той же причине говорится, что Бог был распят. С 1-й Акалимпином, 2-я глава, 8-й стих. Вот тут я хотел вопрос сказать. Как говорит безумный Аполлинарий? Написано, кто скажет безумный? Там Гена Огнена. Чего, они не знают святые отцы? Он говорит, брату твоему скажешь, а Аполлинарий – это еретик. И по отношению еретика слово безумный соответствует действительности. Не надо к словам привязываться. Потому и Господь говорит, безумные, слепые вожди. А то нельзя сказать безумные. Слово безумное употребляется и очень к месту в словах Христа, апостолов и святых отцов. Прямо неоднократно. Игнатий Игоревич, так как 52-й, 13-й псалмы говорят и сказал, безумец сердце своем. Нет Бога. И толкование златоуста такое, что раз сердце говорит, то это, говорит, был еврей. Потому что если бы он, говорит, сказал вслух, ему побили камнями. То есть и евреи были, как бы из народа Божьего, а безумствующие. Можно было и этим братьям сказать. Но только сложнее. Я думаю, что это, смотря в каком контексте идет безумный. Если в контексте, допустим, человека хочет как-то обидеть, тогда это ни в коем случае нельзя. Тогда гиена огненная. А если идет констатация факта, безумных-то полным-полно. И действительно. Правильно. Он сказал, нет Бога. По отношению атеиста, слово безумный, это нормально. Златоуст говорит, безумнейший из безумных, даже еще больше. Здесь не было желания кого-то обидеть. А здесь констатация просто факта. Даже не хотел бы обидеть. Это его характеристика. Да, это констатация его факта. Так как оно опасное, лучше не употребляй. А опасное, потому что он в сердце своем сказал. Он не сказал прямо. Я не верю. Ну теперь тебя можно безумно. А они там лукавят. И написано, языком расхаживают по земле. И ходят вокруг города. Ищут кого поглотить, как этот лев рыкающий. То есть все лукавство одно сплошное. И яд змеиный. Дальше читаем. 48 стих. Что-то Нина хотела сказать. Нина? Я хотела сказать, если вы позволите, что у Олега Стеняева в уроках к Даниилу, пророка Даниила, он проходит занятия по этому, и там он это место хорошо-хорошо объясняет, как его правильно понимать. А как? Ну я не могу рассказать как. Олег Стеняев, повторяю еще раз. Он там очень хорошо объясняет. Из миссионеров Московской Патриархии. Почему он Библии вдруг не выпускает? Он по Библии прямо берет и доказывает. Это смысл вообще не такой, даже о чем мы говорим. Он его рассматривает по-еврейски. Да, как оно звучит на еврейском языке, как оно у них записано, как его понимали, как оно сейчас в переводе. А не по Златоусту? Это он все рассказывает со знанием и обобщением этого материала. Ну Златоусту попроще. Я просто советую Даниила посмотреть пророка Даниила уроки Олега Стеняева. И там вы этого найдете. 48 стих. Каков песный, таковы и песные. И каков небесный, таковы и небесные. То есть, говорит нам толкователь, блаженный Ферфилак, также погибнут и умрут или те, которые привязывались к земле, умрут смертью греховной. То есть, так же будут бессмертны и славны. Ибо, хотя умирал и второй Адам, но он умирал, он с большим богом, то есть, Христос. Для того, чтобы разрушить смерть. Или еще так толкование. Те, которые вели богоподобную жизнь, будут прославлены, как помышляющие о небесном. Ну, а о земном-то маленько надо думать. У меня вот неприятность сегодня ночью была. Прямо беда. За ночь у меня Билайн снова начал снимать деньги. 2 рубля 25 копеек украли. Я думаю, пока не трогать. Еще снимут побольше, чтобы до 20. Я сегодня посоветовал со Себастьяном, он говорит, тем же самым путем, у пророкатуры и везде. А почему? Вы, говорит, не звоните, а у них зарядка такие. Я, говорит, в Москве, бывает там, ну, свое, там МТС или какая-то называется. Бывает, у меня там деньги жат. Приезжай, уже ни копейки нет. Я говорю, нормально это. То есть, они все это... А нас-то миллионы. Это понятно, какие. Даже 1 рубль из каждого возьмут уже миллион рублей. Обманьте. Меня брать нельзя. За сохранение номера они берут. По закону. Я вечером звоню. Перстному. И утром звоню, записываю и пользуюсь у меня. А мы перстные. Это уже грех. Нет, это не грех. Это договор с ними. Сережа, повезешь по тем же местам. Ладно? Такая жадность. Суагиатый стих. Это грех. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Толкование. Блажен Фефелак. Здесь яснее обнаруживает увещевательный тон речи. Образом перстного называют дела порочные. А образом небесного дела добрые. Посему, как прежде, мы жили в злобе, как сыны перстного и мудрствующее земное, так теперь должны жить в добродетели, чтобы сохранить образ и подобие небесного. Образ перстного состоит в следующем. Прах ты и в прах возвратишься. Бытие. Третья глава. А образ небесного – воскресение из мертвых и не тление. Посему, если то, что говорится о воскресении, должно понимать не об образе жизни, то и слова «будем носить и образ небесного» должны понимать или писать как указание будущего события, то есть, что мы облечемся в образ небесный. Продолжаем дальше? Конечно, вопросов нет, все понятно. Вопросов нет? Облечемся. Вопрос – когда это произойдет? При жизни или после суда Божьего? А написано, что все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, крестились при жизни, уже облеклись. Ну, дела его облеклись. То есть, не в духовное тело, а просто в духовное тело душевное, в котором живет Дух Святой. И потом, после воскресения, Дух Святой – это тело тленное, преобразит в нетленное. А некоторые не доживут до смерти, и уже при жизни тела… При последней трубе? Да, при последней трубе тела их преобразятся из тленных в нетленные. Ну, это ждал даже сам апостол Павел, которого мы как раз читаем в послании. 50-й стих, 1 Коринфянам, 15 глава. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Блаженый Феофилак, толкование. «Поскольку сказал образ перстного, то как бы в объяснении его говорит, что образ перстного – суть плоти кровь, то есть дела плотские, свойственные тучности тела, которые не могут наследовать Царствие Божие. То есть, злоба, растлевающая благородство души, не может наследовать оной славы и нетленных благ. Можешь принимать и так, что все это сказано не об образе жизни, но о воскресении. Например, слова «плоти кровь» значат, в будущем веке будет наслаждаться Царством, наслаждаться Царством, не нынешнее тело, состоящее из плоти и крови. «Ибо там нет пищи и питья, которыми питается нынешнее тело». И дальше продолжает «тление». То есть, тленное тело не наследует нетленного. Посему необходимо нашему телу сделаться духовным и нетленным. Впрочем, знай, что Златоуст принимал эти слова апостола за увещевание к лучшей жизни, к лучшей, к праведнейшей жизни. А вот тут пересекается в одном месте непонятное. Вот сейчас говорил, он употреблял слово «небесное». Просто повторить можно, пересчитать заново. Вот на земле – это плоть, а на небе – это небесное. Но Илья был взят в таком теле, он не умирал, не воскресал, и тело его не преображалось. Как это земное могло соединиться с небесным? У даже тысячу лет, чем он питался? А куда отходы шли? Представьте, и этот вопрос ответить непросто. И Кану, Златоустову с этим вопросом подошли. Он сразу его разрешил. Я все время проверяю любого святого отца, ни с кем не соглашусь, если не соответствует Библию. Он говорит, Илья взят на небо. Ты согласен? Конечно. А чем питается? Не написано. Груда не написано. А чего нет Библии, о том не рассуждаем. До свидания. Понимаете, как отвечать надо? Не надо умудрить. Не надо залазить, чего не написано. Я уже в афоризм это взял. Чего нет Библии, о том не рассуждаем. Не надо. Нам свое надо разобраться здесь. Это такой был негр, Марфин, как он? Кинг. Людер Кинг. Которого убили. А только в космос лезли. Он говорит, это прекрасно, но лучше бы нам здесь разобраться. Это говорил Иоанн Кронштадтский, собираясь миссионерствовать в Китае, и попал в трущобу Санкт-Петербурга, и понял, никакой Китай не сравнится. Пьянь, разврат, воровство, куда я поеду, когда тут хуже Китая, и начал трудиться здесь, и никуда не поехал. Ну, вот это пример для нас, что у меня сейчас один, прям вопросом долгий. Скажите, хоть один народ есть, где бы не слышали Евангелие? Значит, Евангелие проповедовано по всей земле. Далеко не везде. Ну, если один человек, эфиоплянин, уверовал, с Филипом ехал, ну, и он приехал даже, и не будет проповедовать. Кто? Благодать только коснулась. Еще на земле много-много, где люди не слышали Евангелие, и не имеют Евангелие. Библия переведена, допустим, вся Библия целиком на 750 языков. Я сейчас устарелые данные. Если отдельные части Нового Завета, Евангелие от Иоанна, там, Римлян, ну, больше ничего нету, 1500, почти два раза. И все. А нации сколько на речи? 2896, это точно. Обнаружено, так еще находятся племена, которые, говорит, их никто и не знал, карики, пигмеи и прочее. И говорить о том, что Евангелие пропадает, все и твари нельзя. Нет, а вы скажите, какой? Вот насел, ну, еще, я не отвечаю. Я не знаю. И никто этого не знает. Я считал такой рассказ, корабль разбился, и капитан живой, как Робинзон Круза, был выброшен. И уйдал огонь, где-то он к нему добрался, и там люди. Ну, помирай, не помираю. Ну, а он не верующий, атеист, может, масон. И когда они стали молиться, вещам, прославлять Бога, и Иисуса Христа прославляют-то. Он, говорит, думал, избавился от своих, там, а тут такие же дикари. Прослушали его, потом говорят, а вот, вы знаете, там, пять лет назад, вот, тоже корабль был разбитый, и к нам забросило одного, и он нам все рассказал, как у Бога есть сын, и он на землю пришел, и она родила девушку и осталась. Ну, он побыл у нас три года, а потом корабль забрал. Да, после бы ты тогда раньше приехал, мы все, это на шашлык из тебя, а сейчас ты живой, с нами, над нами можешь смеяться, ударь в эту щеку, повторю, вторую поверну. Ты над кем смеешься-то? Ты над своей смертью посмеялся бы? Вот ответ я понимаю. Встретился бы он самой, когда был неверующий, я бы, наверное, поговорил с ними. А сейчас, чего спрашивать-то? 51 стих. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Опять возвращается к учению в воскресенье, говорит нам толкователь, Феофилак блаженный, и говорит, что намерен сказать им нечто страшное и сокровенное, этим же оказывает и большое к нему уважение, коль скоро сообщает им тайны. Хотя, говорит, не все умрут, однако изменятся все, то есть и те, которые не умрут, облекутся в нетлении. И так, когда будешь умирать, не бойся того, что не воскреснешь, ибо вот я говорю тебе, что некоторые не умрут, и одного этого им недостаточно для оного воскресения, если они не изменятся, и таким образом не перейдут в бессмертие из той смертности тел, какой они имеют. Посему, как для них не полезно не умирать, так для нас не вредно умирать. Ибо и для них изменение служит смертью, потому что в них умирает тление, изменяющееся в нетлении. Вот почему и боятся смерти, потому что они не изменятся, неверующие. Они стоят только о кладбище заговорить, или о похоронах, о смерти. Я вот с матерью, у меня матери уже 87 лет, вот тоже говорю, ты вот на сегодня-завтра представишься, земля мёрзлая, ладно, всё равно выкопаем, покоруем. Но я говорю, за тебя даже свечку не могу поставить в церкви, не помолиться, что ты ни в Бога не веруешь, ни в церковь, и не хочешь ничего. Вот так они и не верующие. Вот из этих слов и выходит так, что верующие изменятся, тело змей, тело, ну, просветлённое будет, как бы так сказать, духовное. А неверующие так и останутся в этом гнилом, в этом палец. Вот, наверное, поэтому и боятся все. Нет, а ещё дальше ты там, я прочитал, что и от тех, которые не умрут, но они изменятся, те, которые не умрут. Но мы говорим о мире сейчас. Мир. Но там так же написано. Вот она, Любовь Степановна, это Людмила Степановна, она выражается точнее апостола Павла. Павел именно в смущении говорил, мы, оставшиеся на пришествии, все ждали, при жизни Павла, он придёт. Она говорит, а те люди, которые, то есть, он так-то мог сказать-то? Зачем он так сказал? Или этим он побуждал быть готовности, как называют, алармовое состояние, тревожное, чтобы было. Бодусственность. Мы, это означает человеческий род, а не мы. Вот конкретно мы останемся. Не надо с вами приказаться. Я не про себя говорю, а про тело человеческое. Тебе помощь нужна в больницу идёшь? Молительная. И мне нужна. Молительная. На меня вышел по скайпу баптист из США, Шаповалов Юрий. На 20 лет моложе меня. Мы записали, это будет ролик стоять где-то. Ну, как баптист, бритый. Но мне очень понравился. И мы договорились, что он соберёт баптистов, и они выйдут по скайпу, и мы сразу побеседуем, ему вопросы интересуют. И вопросы хорошие. И как он отвечает. Ну, я ему сразу сказал, что мы вас за церковь никак не можем считать. Главное с сектантами это вопрос о рукоположении. Если бы я был патриарх, не простой патриарх, а имеющий большой вес, я бы сказал, с баптистами нужно разговаривать маленько по-другому. Ну, не надо наставить, чтобы обязательно у них были мощи. Ну, не принимается это. Не обязательно, чтобы были иконы. Ну, пусть подпишут, что они не будут плевать на мощи и вхудеть иконы. Это не идолы. И им дать нужно из их среды трёх старших присетеров, они согласны, я с ними беседовал, и пойти к патриарху. И чтобы они рукоположили трёх епископов. Настоящих. И они своих перерукоположат присвятеров, которые никто сегодня. И пусть они баптистами будут. У них ладана не будет. Не будет лиза. Ну, не было этого ничего. Посты. Да Петров пост, я так в восьмом веку появился-то. Что, до восьмого века не спасались? Православные не имели праздников на десятых. Они праздники причинщились в столетие. Иоанн Златоуст установил праздновать Рождество Христов. Даже удивишься, как это так? Вообще не отмечали. Его с крещением месяц один. Из баптистов, если бы, я бы имел этот ответ, сказал, можно разговаривать. И где-то, когда-то будет это. Может быть, Бог ответит на это. Вот. Пусть у них не будет. Они говорят, ну вот, просто у нас это не принято у баптистов. Но определенно, я бы сказал, хилиазм, тысячелетнее старство, это истребитель из баптистов и всех. Это ересь. Страшная ересь, которая губит людей. Они не готовились, они погибнут. Вот. Три. Это вопрос о церкви, иконы, тысячелетнее старство. Больше ничего не надо. А остальное, ну не так они будут веровать. Не будет у него креста на шее. А вот здесь у него на лацк, они маленькие крестик. Ну и что? Вот так с крестом я одного священника спрашиваю, скажи, зачем у тебя цепочка там сзади такая болтается. Да, такая большая. Он что говорит? Ну, это когда он уже священник там замотаряет, пузо будет большое, так он будет помаленьку там эти спускать. Даши перевязывать, чтобы хватило вешать. Да неужели, я говорю, тут нет, это уже не пуза, это просто на бегемоту уже надо надевать. Нет, не в этом. Чтобы сзади там креста нет. То есть, тебя видели, когда будут, говорится, мордобой, так тебя, чтобы первого нашли по цепочке-то. Она у нее, зачем цепочка-то сзади-то у него, вообще никак. Но она принята, когда принята, ни один не может не то сказать. Православие настолько тонко объясняет, а на молитве как поднимать руки нигде нет. Вот у нас был этот, епископ Сергий, он молился вот так вот, на таком уровне, руки вот так вот он их держал. Я так не видал, что бывает вот так держат, бывает вот так, бывает вот мусульмане вот так они руки просто перед собой держат. Как правильно, не знаю. Я думаю, что нужно, чтобы пальцы были сжаты, не растопырены пальцы. Как можно выше и прямо над головой, и на уровне твоего тела, как они прямо идут. Вызвали, ну подняли руки к небу, То давнее небо, небо вверху. То есть, определенные места Библии и жития святых побуждают меня думать, что так. А если он не так? Ну это его право, потому что Библия ничего об этом не говорит. Не надо привязываться, не так понимают пальцы. Вот видели сегодня? У вас в уставе допускаются трои персии, двои персии. Но мы же не говорим, что ты к нам придешь и делай так. Мы приехали, здесь Залесово есть, и у них старообрядческий храм. И написано, при входе в храм снять шапки, шепотью не креститься. То есть, если зашел ты и пальцы троицы так сделал, три пальца, это с шепотью. Они мне всегда говорили, а вот так табак берут из кесета. Я подумал, табак берут, правильно берут. Я говорю, сейчас-то табак никто не берет, двумя пальцами держат папиросу. И они сразу отступили от этого доказательства. У вас двой персия, двумя пальцами сейчас папироса-то не так держат, чтобы вот так вот видел. И они больше не стали никогда это приводить. Другим сказали, дескать, тут мы быстро теряем авторитет. Мы ни с кого не требуем, но даже то, что мы допускаем свободу, у нас нет такой свободы. Ну ты маленько то сам соображай. Я не против человека, а про условия где-то. У нас по-другому это выглядит. По-другому. Батюшка говорил, если бы мы все время твердили московское патрие, поганое там, у нас бы ни один туда не пошел. Куда-то могли пойти. У старобрядцев за это время не ушел ни один к нам. А к ним около 15 человек я посчитал ушло. Почему мы говорим это настоящая церковь. В московскую патриархию даже не счетно ушло людей. А сектанты там один, два и больше нету. Ну ушел один, Фурсов был такой, Саша. Он ушел, почему? Потому что она, с кем познакомился, с девушкой, она другого понятия, и он за ней потянулся. Он друг Севастьяна. Был здесь, и на встречу никак со мной не пошел. А такой активный был. То есть они все внутренне боятся. А почему? Стыд. Когда Ян Богослов оставил одного ученика, одному пресс-фитеру или епископу оставил, а когда вернулся там из поездки, говорит, а где он? Говорит, а его нет, говорит, он ушел. Из церкви ушел и кем-то. Атаман разбойников. Да что ж ты сделал? Да такой это был ревност ученик. А где он? Он узнал Кармелицкая пустыня. Он туда и разузнал, где он. Тот как увидел, как драпу дал от него. Отучить он кричит, не могу бежать, остановись, сын мой, остановись. Грех твой я беру на себя. Но это не евангельское слово, но вот такая любовь была у двух человек, я знаю, у Моисея и у Серафима Саровского. История сохранила два человека. И Павел говорил об этом. Третий человек, третий. Все. Но это говорят, потому что они сами не испытали, а любовь такая возвышенная. Лучше меня вычеркни. Но когда будешь мучиться, ты миллиарды раз пожалеешь. Вычеркни из книги жизни. Исход 32-32. Понимаешь, вот такие вот маленькие детали. Ты бери для себя и будь аккуратнее в словах. Потихоньку. Мне не могут православные простить, что я говорю, что баптисты чище нас живут. Только они помазаны. Сейчас не об этом. У них ни один не повыит. Ну, что ты меня не понимаешь? Вот православные в фирме сидит там 3000 человек, из них 2800 православных. Но что спрашивать-то тебе? Почему? Они очищены через слово. Я должен говорить так, чтобы понятно было человеку. А православные могут такими. А они будут лучше еще, потому что идут на исповедь. баптист еще что-то скроет, потому что он человек смертный. А грех сладок. Но когда идти на исповедь и все раскрывать, он горький делается. Вот в чем дело. я хотел сказать о цепочке. Я всегда думал, что цепочка это как противовес этих задних. Нет, нет, нет. Чтобы не душил крест их. Я думаю, крест, видать, тяжелый давит. А тут часть бросили, цепочки, она будет туда оттягивать. И когда он там кланяется или что, крест он там будет фиксирован. То есть никуда съезжать. Думаю, мудро придумали. Будем считать, что так. Оказывается, они не знают. Он наоборот, когда кланяется, кроме креста уже цепочка переваливается. Он когда цепочки откидывает назад. Я видел. А, вон как. Нет, это не для чего. Сделано, чтобы его видели, выделяли. Даже он идет по улице и все видели, чтобы вовремя подойти попросить благословения. То есть я думаю, духовный смысл заложен был. Духовный смысл? Да, духовный. Будем считать. Благодарение. Ну, это я просто сказал так, что когда будет смысл быстро определят. Ну, объясни, зачем на штанах такую красную полосу генералу шить-то? Ну, чтобы все видят, что ты генерал. А у майора еще нет. И что интересно, полковник, он шапку эту барашковую вот так несет. Как только полковник, он должен шапку повернуть боком вот так. Не вот так висит пирожком, а вот так вот завернутся. Как попало. Видел? И генерал, полковник уже шапкой только вот так они носят. А она такая у него как пилотка барашком. Ну, это устав. А почему? Определить, какое звание. Думаешь, и у батюшек точно так же. Касиво, а там не красиво. Касиво, красиво. 52 стих. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Толкование, блаженный Февелак. В кратчайшее и неулоимое время, какое можно только смежи крестницы, совершится столько и таких дел. Это весьма чудно. Ибо должно удивляться не только тому, что воскреснут сгнившие тела, и тому, что каждый получит свое собственное тело, но и тому, что все это совершится так быстро, что нельзя и выразить. слова при последней трубе. Некоторые понимали о той трубе, о которой написано в Откровении, главы 8, 9 и 10 Евангелиста Иоанна. Он говорил, что есть 7 труб, первые из них производят поражение людей, ибо не все вместе умирают, но по частям. И это говорит по устроению Божию, дабы остающиеся, видя первых погибающими, сами раскаялись бы. А последняя труба производит воскресение и изменение уже воскресших вскоре, в мгновение ока. Дабы кто не усомнился, как так дела совершатся в мгновение ока, подтверждает достоверность своего, слово силой Бога, творящего Оное, и говорит, что вострубит и сделается подобно сему. Он сказал и сделалось в столом 32-й от истиг, ибо труба означает ничто иное, как повеление и мановение Божие, предшествующее сему, а мы изменимся. Говорит это не о самом себе, но о тех, которые тогда будут живых. Всем понятно все? Конечно. И ока того не видела, и уха не слышала, и на сердце не приходила человеку, как все это будет. Но адвентисты показывают у них там как в это манево, и там остаются же у них безбожники, а праздников как Господь забирает в первую очередь, это тысячелетний хилиазм, и показывают фильмы, и едет машина, за рулем там сидят, и вот они спорят вдвое, один верующий, другой нет, и вдруг раз тот смотрит, машина, руль закрутился, он хватает, там начинает тормоза, все там над пропастью останавливается, все, нету, что такое, все, верующего восхитили, и так далее, везде показывают, на бензоколонке подъехал, машину начал заправлять, бензин льется, все, нету, тоже восхитили, все тут все бегают, паника, аварии какие-то, туда-сюда, но в безбожнике, им аварии, как бы, только к радости, ребенок во дворе играет, ну мать только вышла, а ребенка нету, она бегает, Джонни, где ты, Джонни, Джонни, перестань прикалываться, а его нет, он вознесся, муж верующий, не верующий, пришел к верующей, она в больнице лежит, ну старики уже все идут, момент, ее нет, он смотрит, на кровати никого нет, а то они все составили, как по своему разумению. Так еще вмятина осталась на подушке. Да, теплая все, и дальше, как специально, идут там звонки, ФБР, там все, и говорят, там, там уже 100 тысяч, 200, миллион, не видали, в растерянности все государство, вот надо так составить, это больше фантасты, чем Дмитрий Ростовский. Аминь. Ну сейчас техника так, так что да, они много собирают этой своей ложью людей к себе. Не даром вот, я созваниваюсь вот сейчас иногда, там Артамошин живет у меня, в Америке, и я говорю, ну там как вообще, он говорит, ну я решил пойти, говорит, по то, что ты мне сказал, в церковь, православную, зарубежную, и пошел искать православную, зарубежную церковь. церковь. Говорит, в округе обошел 29 церквей различных, храмов и церквей. 29, это, говорит, ну сколько, кварталов, наверное, может быть, 6-7. Православных? Вокруг. Православных, говорит, нету. Даже католической не нашел церкви. А, Деноминации различные идут, кого только нет. Он там перечислял, реформаторы, там, ну, в общем, всякие разные, и квакеры, Кальвинисты. Ну, есть кальвинисты, да, и лютеране, есть, и... И протестанты, все там. Все протестанты. Все протестанты. 29, и все разные. А где же ты тогда православный? Ничего не нашел. А? Вот. Ну, где-то православные есть. Тоже. Ну, там Наташа же ездит, куда-то ездит. Наташа. Она в Нью-Йорке, а вот в городе. Это другой город. Ну, я понимаю. Вчера мне на... по интернету скинули. Кто может помочь? Беженцы с Украины. А там, две семьи, у одной тревая, другая четверо, они почему-то без мужей, они в Упсовке, как пока в Барнауле, оформляют у них документы. Помочь надо чем-то. Сегодня они уезжают туда, на вокзале будут. Чем помочь? Как? Ну, я ему дам крупы, у него тащат, вермишели дам. У меня есть чем помочь. были бы они рядом, там мы на машину сейчас отвезли. Действительно, видно, что там есть. Ну, ничего нет, они протестанты. Сразу протестанты. И вот, как не посмотришь, Богачев Юрий, заслуженный артист СССР, спился, никому не нужный. Уже все, уже жить не надо. И вдруг подходят двое протестанты, баптисты. Стал баптистом, обращается жена, обратилась теща. И он по всему миру ездит и поет какие духовные песни. То есть, у него такая свобода и прямо проявление Духа Божьего видно. Он говорит, в одном, где-то штате, там, северном или где, вышел, вот я, говорит, я сам музыкант, я, говорит, одно стихотворение написал, написал, говорит, на музыку положил. Сейчас я, вам его спою. И я стал петь, говорит, и он стал приседать, говорит, позвольте, мы вас уважаем, но это плагиатор, что у нас называется, вы это не написали. И музыку, и слова были написаны 70 лет назад. И называют его авторы, так, братья и сестры, говорит, давайте споем. И они стали петь, там, по-своему, переводчик переводит его слова. Это явно видно, что это был уже дубль, который Дух Божий дал ему в России. Он говорит, я не знал про то, ни музыку, ни слова. Он написал, я пою свое собственное произведение, это шикарно. Он как поет, то пристал, партии заслуженный, тут вообще. А семья, главное, сын и дочь, чемпион, олимпийские чемпионы. Он говорит, вот эта семейка подобралась. И самый большой брак был у меня, это теще. И когда он покаялся и пришел, он говорит, я не знаю, как к ней подойти-то. Она от меня столько натерпелась. Я подошел и потихоньку говорю, мама, прости меня. Она посмотрела на меня, поняла, что какой-то подвох. Она никак не хотела верить. Знала, что тут соседи, стенка стучит, там ковры на обратной стороне срываются. Вот все, теперь Клименко. Да Клименко Виктор из казаков. И вдруг баптист. Казаки, он потому казак, что он православный. Вот у них в условия в казаки поступают, чтобы раз в год причаститься. Почему? Потому что они оказали ему. У него такой диапазон. И сейчас вот Светлана Копылова такая была, приезжала здесь. Ее попы охомутали с первого дня. У нее, во-первых, один мотив везде, почти все время. И она берется за такие темы, которые ни один баптист даже петь не будет. Не то что. Если бы у нее была та свобода, в которой она была раньше, вот в больнице двое лежат. У нее хорошие песнопения были. Я вот вчера послушал, сколько у нее в один ряд рядом сидит священник с ней, выбритый так, чуть-чуть меньше, чем у Гитлера под носом, подбородком. Прям чуть-чуть на палец. И она поет. Ни один баптист не стал бы тебе песни петь. Да, там про трон. Почему? Прямо по Евангелию взято. Чего вы лишились-то? Ну дайте ей свободу, она пришла сюда. Дайте, ну и сами возьмите на контроль, чтобы соответствовать. Потому что она Библию читала. Нигде она о Библии не говорит. Она поет и говорит проповеди. Какие проповеди. Эти артисты у нас жили, в России, упустили всех. Вот этот, кто знает, Ребров Иван-то, немец. Он в Одессе обратился около театра оперы и балета. Про кого говоришь? Про Богачева. Богачева, да. Я про Реброва говорю. Мать у него русская, а он немец. По два метра ростом. И он выступает. Залейте просто. Ребров Иван. И поет, как он где-то. Ну, там, Калинка, другое. А вот чтобы, как Шаляпин, пропеть такой верую там и прочее. Я у него не нашел. Может быть, есть где? Есть. У него любитый Библию. Надо посмотреть. Но его сравнили с Шаляпином. Я слушаю. Ну, он был, не просто поет, а он ходит, показывает, там, бутылку, пьет, там, что-то по-русски такое. Немцы понимали, это русский человек. Умер. Кажется, в прошлом году. Все? Все. Алис, Алис, помолитесь. Она скрипнет. В ресторане помолитесь. А богачок умер что-нибудь? И богачок неизвестен. Спасибо. Игорь Тихович, помолитесь. Пусть помолитесь. Помолитесь. Она в билетных. Я думала, кто-то будет молиться. Да вы здесь с вами. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчуславенность грешил Господи. Прости меня грешным. И помилуй. Господи, будь милостив к нам. И благослови нас, чтобы слово Твое принесло обильные плоды. Дай мир Украине и Израилю. Утишь и исправ людей. Приготовь эту землю к страшным испытаниям, которые грядут на нее. О чем свидетельствует нам вся Библия, что грех без наказания не останется. Если не покаетесь, все так же погибнете. Посети детей Твоих по всему лицу земли, пытаемых, убиваемых, плененных. Ты их знаешь, Господи. Прими их в обители Твои. И когда наступит час испытания, не допусти, чтобы кто из нас оказался негодным. Дай нам силу Духом Твоим святым. Благослови обездоленных, болящих, одиноких, плененных. Пошли им помощь благовременную. Соделуй нас Твоими истинными свидетелями. Кроме Тебя иного Бога мы не знаем. И сохрани место сие, и на врагов пролей милость, умягчи их сердца и примири с нами. Благослови правителей, пробуди их совесть. Патриарху, епископам, священникам и пасте дару духовное рождение, чтобы мы заботились друг о друге, о спасении своей души. Хвала Тебе, честь и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.